С политтехнологической точки зрения был хороший информационный повод, связанный с журналистским расследованием по поводу коррупции в оборонной сфере, непосредственно Гладковский или Свинарчук-Гейт, по-разному можно называть. Поэтому оппоненты нынешнего президента решили зачекиниться, поднять какой-то вопрос, использовать этот момент для того, чтобы привлечь внимание к себе. Тут нужно понимать, что это субъективная часть технологической, но с другой стороны это достаточно серьезные и сильные обвинения. Это вызвало резонанс в обществе, поскольку все украинцы с 2014 года большая часть поддерживали армию, по 5 гривен отправляли смс-ками или еще чем-то. И, кроме того, президент же постоянно рассказывал о том, как армия поддерживается, и как все устроится, и обещал руки отрезать, а тут вышла такая история. Ну, опять же, нужно отметить то, что в самом этом расследовании там пока не говорилось о том, что Порошенко непосредственно вина. Да, это его окружение, люди, которые с ним связаны, но его вина, она какие-то факты, ну, кроме того, вообще обвинений там не было. Но все равно нужно было это использовать, и, конечно же, импичмент один из таких вот элементов. Но если смотреть нашу Конституцию, то сама процедура, она фактически прописана так, что ее нереально имплементировать. Да, у нас говорят о том, что нам нужен и закон соответствующий, чтобы был, ну, и сейчас же перешло это в плоскость того, что нужно сначала принять закон, а потом уже говорить об импичменте. Но даже если закон мог бы быть фантазируем быстро принят, то вряд ли сама эта процедура, она бы смогла закончиться до выбора. Потому что пока будет инициация в большинстве в парламенте расследования, пока будет сформирована специальная следственная комиссия, которая будет этим заниматься, пока будет назначен специальный прокурор и специальные там следователи. Потом они должны презентовать результаты своего исследования в Раде, потом должно пойти голосование двумя третьими по поводу того, чтобы принять то обвинение, которое они предоставят. И потом уже самое видсторонение, вид посады президента, это еще три четвертых. То есть это 337, 338 депутатов, которые должны проголосовать. А кроме того, еще же должен быть высновок, вывод со стороны конституционного суда, конституционность процедуры самой, да, то, что она отвечала той процедуре, которая прописана. И второе, это по составу преступления вывод должен давать Верховный суд. Ну так, чтобы минимальный срок, по которому суды могут дать решение, ну это не меньше месяца, а то и больше, месяца-два. Ну то есть прекрасно мы понимаем, что сама процедура импичмента, она где-то приблизительно полгода, если говорить о реалистических сроках. Но с другой стороны, можно использовать эту ситуацию для того, чтобы попытаться протолкнуть все-таки закон про импичмент, о котором много говорят. Если анализировать программы основных кандидатов, то многие из них говорят о необходимости принятия и ставят это как свое предложение, приоритет своей деятельности. Ну не все из них имеют сейчас фракции в парламенте. Но учитывая то, что в парламенте сейчас происходит полный бардак и вопрос коалиции открытый, кто у нас там где входит, и видим, как голосование происходит, то принятие закона все равно также вызывает определенные сомнения. Но это определенная информационная волна в том, чтобы сыграть на негодовании общества, которое сегодня нарастает. И кроме того, мы должны понимать, что это один из элементов, один этап, первый этап расследования, две серии. Дальше будет еще, и соответственно, я думаю, что это еще будет хуже и сильнее. Поэтому эксплуатировать эту тему будут продолжать и дальше. Хотя импичмент на сегодняшний день нереалистично имплементировать, закон принять тоже достаточно нереалистично, но это объективная необходимость для того, чтобы действительно у нас была эффективная система сдержек и противовесов. Это основа деятельности, жизнедеятельности любого демократического государства. А у нас с этим большие проблемы на сегодняшний день. Скорее всего, да. Я думаю, что мы будем говорить об конституционных изменениях, мы будем говорить об ограничении полномочий президента. Опять же, анализируя программы большинства главных претендентов, те, которые, в частности, имеют возможность преодолеть проходной барьер в Раду, и которые, опять же, могут проводить какие-то изменения, решения принимать, то мы будем двигаться в сторону парламентарной республики. Соответственно, это будет ограничение прав президента и формирование системы сдержек и противовеса. Поэтому закон про изменения, он может быть. Хотя, если мы будем говорить о формировании, о избрании президента в парламенте, то мы снимаем это с адженды, потому что, в принципе, это не будет иметь особого значения, поскольку у президента будут представительские функции, такие как президент Германии, Италии и многих других странах. Поэтому этот вопрос вообще, в принципе, может отойти. Но если говорим о действующей положении вещей, то есть о парламентской президентской республике и тех возможностях официальных, неофициальных, которых есть президента, нам необходим закон об об ибичменте. Если мы будем менять форму республиканского правления в сторону парламентской, то мы можем обойтись без этого. Если же будет президентская республика, то, конечно, закон об ибичменте нам действительно нужен будет.